Приветствую всех! Продолжаем разбираться с программированием пользовательского интерфейса в библиотеке Qt языка C++. Был длительный перерыв в роликах, поэтому напомню, что в прошлый раз мы остановились на середине темы, посвященной модели представления, технологии для эффективного размещения, отображения данных в памяти и оперирования этими данными. И мы там остановились на том, что должны были дальше рассмотреть делегаты, модели прослойки, а также у нас вроде как возникла ошибка в конце предыдущего ролика с добавлением и удалением данных в иерархических структурах. И вроде как мы спланировали это все дело рассмотреть в дальнейших роликах. Когда в общем-то я разбирался с этой темой и готовился к следующим роликам, выяснилось, что хоть неплохо бы поговорить поподробнее про ошибки, про доработку программы, рефакторинг и так далее. То есть это конечно тема отдельных вообще лекций, отдельных курсов, но в данном случае слегка хотелось бы это затронуть. На мой взгляд это важно, в том числе в аспекте программирования польского интерфейса. Поэтому изначально я планировал делать один ролик, где было бы продолжение вот этой темы модели представления и там же рассмотреть коротко ошибку и пойти дальше. Ну когда написал план, выяснилось, что наверное на два ролика, иначе получится слишком длинно. Поэтому сегодня будет в голливудской терминологии спин-офф, то есть немножко отход от темы основной. И поговорим про ошибки, про их обработку части, касающиеся программирования польского интерфейса. Примеры рассмотрим, скажем так. Ну а раз уж произошло некоторое такое отступление от темы, то так вышло, что в процессе этого длительного перерыва я переполз на новую версию библиотеки. Ну и давайте еще и об этом поговорим. То есть раз уж отходить от темы, то по полной. Ну и это в общем-то касается в том числе и поддержки исходного кода программы, рефакторинга, доработки, перевода на новые версии, оно все о том же на самом деле. Поэтому вот сначала поговорим про новые версии, переход на новую версию библиотек, а потом плавно переползем к ошибкам и доработки кода. Вообще процесс, если вы в своем проекте используете какие-либо сторонние библиотеки, процесс перехода на новую версию используемых вами библиотек, он вообще говоря не тривиальный. Но если конечно библиотека не состоит из одного класса или там пары функций, которые никогда не меняются и примитивно работают. Такого как правило не бывает, если библиотека более или менее сложная, то в общем-то и ваш проект более или менее сложный, то переход на новую версию библиотек, он в общем-то достаточно серьезный, требует большого внимания, полного прогона всех тестов, если они у вас есть в проекте, а в серьезном проекте они должны быть. Ну и все еще несколько раз перепроверить. Естественно это нужно делать параллельно поддержке основной версии, которую вы выпускаете, ваши пользователи ее используют, а вы в это время пробуете переползать на новую версию. Поэтому если вы занимались разработкой, обращали может быть внимание, что в крупных проектах частенько разработчики долгое время остаются на старых версиях средств разработки, на старых версиях библиотек, и очень небыстро переходят на новые версии, ждут когда версии более-менее отлажены становятся, на новые версии библиотек, средства разработки, операционных систем и так далее. В данном случае библиотека Qt не исключение, еще и потому что она сейчас разрослась до очень больших размеров и конечно же очень большой функционал в себя включает, и это накладывает дополнительные ограничения, хотя бы потому что она очень большая библиотека. И в общем-то переход на новую версию тоже должен сопровождаться разными проверками. В данном случае я хотел бы продемонстрировать результат не просто переход на новую версию, но и в общем-то компиляции библиотеки из исходников. Это в общем-то тоже отдельный процесс и большинству разработчиков он наверное не потребуется никогда. То есть в общем-то это так скажем в большей степени было сделано из интереса спортивного, который конечно не является и нужно всегда учитывать, что просто спортивный интерес, а давайте попробуем, в серьезных проектах не является основательной причиной для того чтобы это сделать, скомпилировать библиотеку исходников. Это вот если есть возможность, если есть свободное время попробовать собрать. Действительно процесс трудоемкий, увлекательный, но требует много времени. Самая библиотека очень большая. Сейчас я попробую продемонстрировать объем дистрибутива исходных текстов библиотеки. Вот версия 5.14. Значит вот чистый код 4 гигабайта в архиве, то есть сжат zip. А вот здесь вот сохраненные исходники после проведения компиляции, то есть после того как там появились всякие промежуточные файлы, результаты промежуточной компиляции, объектники и прочее. Я забыл этот архив удалить, сохранял на всякий случай. Вот здесь 42 гигабайта, то есть представьте какой объем исходников у вас появится на диске, если вы сами будете компилировать библиотеку. Тем не менее, для чего все-таки может потребоваться компиляция из исходников? Например, если вы хотите вести разработку под разные платформы, под разные компиляторы. В этом случае, если вы будете ставить готовые дистрибутивы в библиотеке, скорее всего у вас будет под разные платформы, библиотеки установлены в разных местах. Особенно если дело касается операционной системы Windows, там вы сами решаете куда чего установить. Даже если по умолчанию ставите, у вас в общем-то появится некоторая разновидность бардака на диске. Дублирование файлов в разных папках. И в особенности, если вы будете длительно поддерживать свой проект для разных платформ. Может так получиться, что у вас для разных платформ появятся разные версии библиотеки. Это все будет как-то самообновляться там. Или вы будете обновлять, под одну платформу обновили, под другую не обновили. В общем, это все порождает бардак. И правильнее, так сказать, канонически, более верно библиотеку размещать, чтобы она была в одной папке. А разные платформы размещать в этой же папке уже как-то отдельно, отдельным ветвлением. То есть, например, в каталоге ЛИП, под какой-то компилятор, например, динамическая библиотека, здесь две разные платформы. Динамические библиотеки, разные платформы. Если необходимо скомпилировать также статическую версию библиотеки, положить ее здесь же. Если необходимо скомпилировать под другой компилятор, положить ее здесь. Если необходимо скомпилировать под другую операционную систему, под мобильную платформу, опять-таки здесь же положить. Такой подход более правильный. При этом у вас исходники хранятся в одном экземпляре. Все библиотеки ссылаются на эти исходники. Это экономит место, особенно с учетом того, что библиотека занимает много места. И копирование библиотеки из папки в папку, в общем-то, серьезно увеличит объем, занимая вам пространство. А так это все будет лежать в одной папке. То есть, в этом случае может быть и имеет смысл самостоятельно выполнять сборку. Но, еще раз предупреждаю, это требует много времени. Причем, поскольку библиотека достаточно велика, разработчики, которые размещают дистрибутив в интернете этой библиотеки, они все равно какие-то упущения делают. Что-то обязательно не соберется у вас. Что-то обязательно будет собираться не так, как надо. Это все надо будет отслеживать. А, собственно, процесс сборки библиотеки занимает около суток, в зависимости от того, какой быстрый компьютер, конечно. Может несколько часов, 12 часов занять, может двое суток занять. У меня это все дело собиралось на виртуальной машине, поэтому достаточно долгий процесс был. То есть, если уж решились, это отдельная задача, которой должен заниматься, наверное, отдельный человек, если это серьезный проект. И, в общем-то, постоянно поддерживать дистрибутив в рабочем состоянии. Естественно, если процесс начал со сборки библиотеки, если вы решились, то рекомендую вам ввести некий лог того, что вы делаете, на какие ошибки натолкнулись, как исправили. Вот, поскольку, возможно, придется начинать процесс сначала. И к тому моменту уже может пройти много времени, вы уже все забудете, переключитесь на другие задачи. И, в общем-то, придется заново вспоминать, где вы что нашли, какие ошибки, как их справляли. Сейчас этот процесс серьезно облегчен. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователи библиотеки смогли сами собрать из исходников ее. И в интернете присутствует достаточно подробная документация о сборке. Вот здесь примеры этих страничек присутствуют. Их на официальном сайте можно найти. Вот конфигурация библиотеки. Требования библиотеки. Как что собирать, как что конфигурировать, как что настраивать. Можно почитать, разобраться и попытаться все эти рекомендации исполнить. Тем не менее, все-таки стоит ввести блок. И вот, допустим, у меня такой мануальчик выглядит следующим образом. Здесь ссылки на полезные страницы и решение тех проблем, на которые пришлось натолкнуться. Какие сторонние библиотеки пришлось подключить, как подключить и так далее. В общем-то, вот такой мануал рекомендуется делать, если вы какой-то сложный процесс исполняете. Потом всегда можно к нему вернуться, отредактировать и так далее. Ну, какие частности были сложности, то есть какие-то там примеры не компилировались, например, просто разработчик забыл что-то включить в конфигурационный файл или в make-файл какую-то библиотеку, в результате что-то не собирается. Приходится самому туда лезть, исправлять, добиваться компиляцией. Сторонние библиотеки. Вот, например, для сборки документации Кутэ оффлайн документация. Она, в общем-то, очень удобная, полезная, дублирует то, что размещено в интернете. Это одна из самых удачных документаций в библиотек, которые вообще я видел. Вот, чтобы ее собрать, в последних версиях библиотеки требуются сторонние библиотеки, в частности, вот LLVM. Ее тоже надо настроить, то есть раньше собиралась без нее, теперь вот она требуется. Значит, ее надо сначала установить, опять-таки для разных платформ, может быть, собрать, либо установить готовую сборку, настроить под соответствующую платформу, добиться того, чтобы ее библиотека Кутэ при сборке увидела. Подхватила и собралась. Например, у меня возникла сложность также с сборкой документации. У меня путь к библиотеке достаточно длинный. Вот, это вызвало проблему. Команда сборки к компилятору в какой-то момент оказалась очень длинной. И вылезла ошибка, что команда слишком длинная и может быть выполнена. Пришлось отдельно выполнять сборку именно для документации в сокращенном режиме во временную папку CQT. А результат помещать все равно по этому пути, чтобы документация в нужную папочку положилась. И ее увидела утилита просмотра документации Асист. Все-таки такие тонкости, они, конечно, возникают. Надо быть к этому готовым, если вдруг кто-то решил поэкспериментировать со сборкой. Ну, а теперь вернемся к тому, а зачем, собственно, переходить на новые версии, кроме, собственно, понтов каких-то или желания выпендриться, что я использую последнюю версию библиотеки или операционной системы или средства разработки. Это, опять-таки, не аргумент. В серьезных задачах, просто для того, чтобы повикендриваться, переходить на новую версию ни в коем случае не нужно. Это влечет за собой много проблем. А вот для чего нужно переходить на новую версию? Ну, когда появляется функционал, без которого вам уже нет жизни. Например, какие-то новые структуры данных, поддержка новых баз данных или новых форматов, добавление каких-то новых алгоритмов, реализация этих алгоритмов и так далее. В частности, вот это, конечно, если только это не является причиной, но в качестве примера может быть рассмотрено. В предыдущих роликах мы с вами делали модель, когда реализовывали модель данных, использовали в качестве типа индекса модели вектор стдшной стандартной библиотеки. Но я тогда же говорил, что если мы работаем с библиотекой Qt, то в большинстве случаев удобно использовать встроенные контейнеры, аналоги контейнеров STL. Они больше заточены под библиотеку Qt. Ну и в частности, в библиотеке очень часто в качестве идентификаторов используется тип int. А в контейнерах STD, STL используется STD size T. Вот если такая, в общем-то, разница небольшая, но она влечет за собой постоянное преобразование типов, что, в общем-то, с точки зрения программирования на C++ нехорошо. Это всегда влечет за собой потенциальные ошибки, неявное преобразование типов особенно. Компилятор будет предупреждение выдавать. Ну и в целом тип int знаковый, size T беззнаковый также могут быть проблем. Поэтому лучше все-таки использовать тип вектор. Но в старой библиотеке, которую я использовал для записи роликов, не было конструктора перемещения, который появился в новых версиях языка C++. И вот когда я захотел использовать новую конструкцию языка C++, C++, которая, собственно, принудительно вызывает конструктор перемещения для типа данных, для переменных соответствующего типа, в векторе этого, в Q-векторе этого сделать было нельзя. А перемещение, ну, в данном случае, это, конечно, чисто попробовать, ну, продемонстрировать то, что у нас работает, новые конструкции языка. Но так вообще перемещение, оно, естественно, очень полезно, особенно если у нас данных много, если они сложные. В данном случае это не совсем так, но тем не менее, продемонстрировать, попробовать интересно. Соответственно, Q-вектор был использовать нельзя, пришлось использовать стандартный контейнер библиотеки. Теперь в новой версии библиотеки мы можем использовать Q-вектор. То есть нормально работает, все хорошо. Естественно, если это только одна причина, если проект большой и библиотека использована большая, только ради этого переползать на новую версию смысла нет. Но вот когда такие мелкие причины накапливаются или появляется крупная причина, то вот как раз переход на новую версию вполне себе возможен. И даже рекомендуется. Ну, это вот такое отступление, вот отступление про переход на новую версию, про новые версии библиотек и так далее. А теперь, собственно, вернемся к ошибкам. В предыдущем ролике у нас возникла в конце неприятность. Я напомню, о чем шла речь. Сначала я достаточно долгое время рассказывал про функцию удаления иерархических данных, о том, что она должна работать корректно, если мы просто будем подряд удалять данные, скажем так, простым циклом, например, или просто вызовом одной функции Erase из отображения stdmap, то можем что-то упустить. У нас там потеряются связи элементов и не все будет удалено. И для этого вот здесь был организован достаточно такой, ну, не сказать, чтобы сложный, громоздкий по современным меркам алгоритм на несколько строчек, который организует очередь на удаление. Все элементы, которые должны быть удалены, сначала просматривают на наличие потомков, в смысле в иерархии, не в смысле иерархии классов, а в смысле иерархии памяти. Эти потомков также добавляют очередь на удаление, поскольку они размещены в общем словаре или в общем отображении словарь в терминах языка Python, отображение в терминах языка C++. И в общем-то дальше в очереди эти элементы остаются на удаление, также просматриваются. В общем, таким образом происходит иерархическое удаление. Это в общем-то такой аналог рекурсивного вызова функции. Я, кажется, в предыдущих роликах говорил о том, что рекурсивный вызов функции не всегда хорош. Здесь вот это реализация такого рекурсивного удаления. И в общем-то вот этот алгоритм должен был сработать, но почему-то в прошлом ролике у нас что-то пошло вроде как не так. И вот тут первое замечание. То есть в общем-то на протяжении нескольких роликов, пока мы разрабатывали проект построения графического интерфейса, у нас большая часть кода выглядела достаточно просто. То есть если посмотреть, ну вот эта функция является явным исключением. Она у нас именно для демонстрации наполнения таблицы. Она в итоговом коде по идее должна отсутствовать. А так в основном функции в общем-то маленькие. 3 строчки, 4 строчки, там может быть 10 строчек и так далее. То есть функции небольшие. И в общем-то краткость кода она позволяла нам достаточно быстро продвигаться по теме. И учитывая в общем некую подготовку, опыт программирования, то в общем-то рассчитывать на то, что ошибок будет меньше. Но всегда надо помнить, что во-первых, ошибки они всегда появляются при написании кода неизбежно. То есть это в общем и человеческий фактор, это и многофакторность влияния одного кода на другой. И чем проект больше разрастается, тем вероятность появления ошибки возрастает. Это означает, что любой более-менее серьезный проект требует наличия тестов. И даже команда тестирования, которая постоянно занимается и переходит к выпуске новой версии, опять прогоняет все тесты. Тесты должны быть заранее подготовлены. И вот здесь как раз очень хорошая демонстрация. У нас код более-менее появился сложный. Опять-таки относительно сложный. Это в общем-то еще приемлемо. Можно разобраться. Помещается на один экран. Не сказать, что бы сложно, но тем не менее. И тут сразу возникла вероятность ошибки. То есть это уже как бы не первая версия кода. Я его несколько раз уже переписал. И это дополнительная причина того, что ошибка могла возникнуть. И вот в таких случаях, по идее, всегда, когда у нас мы делаем серьезный проект, нужно заранее готовить тест. Если у нас тестов нет, ошибки будут всегда. Но в данном случае вместо тестов у нас есть ролик, который демонстрирует последние действия, которые вроде как привели к ошибкам. И это позволило мне... То есть вот это еще одна проблема. Когда пользователь начинает использовать программу, что-то тыкает, у него что-то вылетело. Но он уже забыл последние действия, которые он производил. Это особенно актуально при разработке графического интерфейса. Я говорю, что я сегодня буду рассматривать ошибки не с точки зрения в целом разработки программного обеспечения. Это отдельная тема. А с точки зрения разработки графического и вообще пользовательского интерфейса. Вот при разработке пользовательского интерфейса одна из очень больших проблем, что пользователь натыкается на ошибку. Это, к сожалению, бывает. То есть как бы мы ни тестировали, как бы мы ни проверяли, возможно в ситуации, что пользователь натыкается на ошибку. Если программа какая-то специфическая, используется малым количеством пользователей, ошибка возникает, но пользователь не может в силу отсутствия, например, навыка, опыта, соответствующей подготовки, либо просто желания, не может ее нормально диагностировать и повторить. То есть он говорит, что у меня вот периодически вылетает. Причину остановить очень сложно. То есть либо самому опять заново перерабатывать тесты. Есть у нас специальные автоматизированные, автоматизирующие средства, которые сами протыкивают интерфейсы графические. Но всегда все равно все они покрыть не могут. То есть либо это нужно полностью покрывать внутри кода все тестами. Это трудоемко и требует очень много времени. Не всегда получается, к сожалению, на практике. Надо быстрее выпускать дистрибутив, быстрее выпускать новую версию. Что-то не протестировали, новый код не написали тест, потому что быстрее и быстрее. И вот вылезла ошибка. Мы можем это наблюдать, особенно в современных программных средствах, в условиях нехватки времени, багов, ошибок, связанных в том числе с интерфейсом. Очень много. И вот здесь у нас на помощь идет запись роликов. В данном случае нам повезло. Есть ролик, в котором последовательность действий сохранилась. Я сейчас попробую ее повторить. Запустить программу и повторить ту последовательность действий, которая у нас вроде как привела к ошибке. Запускаем программу. Вот она программа с заполненными данными. С отображением данных заполненных в модели. И в конце ролика предыдущего я демонстрировал, что мы можем выделять элементы. Я выделил первый элемент. Кажется, выделил второй. Здесь выделил вот этот элемент. И вот этот. Вроде как, таким образом я работал. Желающие могут посмотреть ролик предыдущий. И дальше я их удалил. Значит, сейчас я это удалю. Продемонстрирую, что получилось. Значит, на чем я попался. То есть, вроде как элементов выделено мало. Всего четыре. Отображено много. Я нажимаю кнопку удалить. И у нас остается один элемент. И вот тут я решил, что возникла ошибка. На самом деле, давайте я перезапущу программу, чтобы заново заполнить данные. На самом деле, вот именно в этой последовательности действий ошибки не было. Но при этом я решил, что она была. Вот это еще один интересный момент, который касается пользовательского интерфейса. Иногда пользователю сложно объяснить, что ошибки нет. На самом деле, давайте еще раз. Вот я выделяю первый элемент. Второй элемент. Здесь элемент 210. И элемент 202. Получается, что я выделил первый элемент и второй элемент. И они оба будут удалены. И действительно, несмотря на то, что я вот эти элементы не выделял, они тоже будут удалены, потому что они находятся в иерархии 1 и 2. И остается только нулевой элемент. Все нормально. Вот это вот вещь, которая в том числе касается тестирования. В том числе, касается работы с пользователем. То есть тут при хорошем раскладе и так скажем, по-хорошему надо, чтобы были отдельные люди, которые занимаются тестированием, работой с пользователем. Очень внимательной работой, скажем так, без скандалов разбираются, что пользователь сделал так, чтобы он подумал, что возникла ошибка и возникла ли она действительно. То есть здесь могут возникнуть скандалы, пользователь будет вас обвинять в том, что вы написали кривую программу и отчасти он будет прав, потому что еще одна особенность и важность разработки пользователем интерфейса заключается в том, что не должно быть возможности пользователю сделать неправильные действия, которые бы теоретически даже привели к падению программы или к ошибке, или к чему-то еще. Не нужно пользователю давать в интерфейсе возможности программу выронить. Даже если вы в документации написали, что так делать нельзя и так не работает, пользователь обязательно это сделает по причине того, что он будет часто использовать. Если он будет использовать вашу программу часто, он обязательно натолкнется на недокументированную особенность работы программы. Что вы не предусмотрели, что так вообще ее можно использовать и в результате это может привести к ошибке, либо к неадекватно воспринимаемому результату. Вот в частности, если разобраться, результат вполне себе адекватен, но по первому впечатлению может оказаться для пользователя, что возникла ошибка. Он выделил 4 элемента, остальные элементы он не выделял. Нажал удалить, у него остался всего один элемент. И это кажется ошибкой. На самом деле логика работы программы такова, что вроде как ошибки нет. И здесь нужно очень кропотливая работа с пользователем, чтобы выяснить, а что он хочет на самом деле. Хочет ли он, чтобы так работало. Или возможно, например, при нажатии крестика ему должно выдаваться сообщение, что остались не выделенные элементы. Они также будут удалены, действительно ли он хочет их удалять. Ну и так далее. С другой стороны, если вы начнете по каждому поводу спрашивать пользователя, что делать, он может вас обвинить в том, что программа ничего не делает, а требует от пользователя, чтобы он делал все сам. Вот это вот, в общем-то, такая извечная проблема. Все мы знаем те шутки, которые касаются Windows, когда она на любое действие вам задает тысячу вопросов. И вроде как людям это не нравится. С другой стороны, если эти все вопросы убрать, люди начнут возмущаться, что я не хотел удалять файлы, а операционная система мне его удалила. Вот это проблема пользовательского интерфейса. И, в общем-то, это проблема у нас с вами, то есть разработчиков этого пользовательского интерфейса. Мы должны сделать пользовательский интерфейс таким, чтобы пользователь ничего не мог сломать. Эта проблема действительно серьезная и требует кропотливой разработки, кропотливого внимания к интерфейсу. Это очень важный момент, поэтому я на нем и хотел остановиться. Но, тем не менее, я еще раз нажму удаление. То есть теперь мы понимаем, что у нас остается всего один элемент и все хорошо. То есть вроде как я отболтался и говорю вам, что ошибки нет. Но дальше я там в ролике, в конце предыдущего ролика, выполняю другие действия, которые могут показаться так же результатом ошибки. Я добавляю элементы. Потом их удаляю. Вот тут какие-то элементы удалились. И потом я там частично иерархию какую-то выделяю. Нажимаю удаление. И это все работает. Но, тем не менее, это не означает, что ошибок-то на самом деле в программе нет. То есть это вот конкретно это действие на самом деле к ошибке не привело. И вроде как все отработало корректно. Вот об этом я хотел тоже сейчас поговорить. Продолжая тему проектирования интерфейса, взаимодействия с пользователем. И проектирование интерфейса таким образом, чтобы пользователь ничего не мог сломать. В процессе разбора вот этой ситуации и рассмотрения ошибки, которые на самом деле не было, я натолкнулся на ряд интересных моментов, которые, в общем-то, неожиданно оказались. Но любой разработчик может с этим столкнуться. И это особенно неприятно, потому что разработчик думает, что все должно работать корректно. А оно на самом деле некорректно работает. Вот это касается как раз того, что нельзя пользователю давать возможность делать то, что он делать не должен. И это первое. И второе. Часто, когда мы используем какие-то сторонние библиотеки, мы сами не всегда ожидаем от библиотеки того или иного функционала, который она нам реализует. И это нам добавляет проблему сложности. Вот эти два момента я сейчас хотел бы рассмотреть. Первый. По-моему, он также в ролике там присутствует. Сейчас я уже уверенно утверждать не могу. Надо пересмотреть. Тем не менее. Вот у нас есть здесь три элемента отображения данных. Дерево, таблица, список. Если мы выделяем дереве элементы, у нас они выделяются также и в таблице, и в списке. Видно, это все происходит. Таким же образом у нас выполняется выделение таблицы. Это мы рассматривали в предыдущем ролике. Используем общую модель выделения, выделение, которое также у нас является как бы прослойкой, про которую мы еще поговорим. За счет того, что модель выделения общая, у нас во всех трех представлениях выделяются одни и те же элементы, и все красиво работает. Ну, здесь вот элемент выделился, а вот тут выделение отсутствует, потому что здесь отсутствует иерархия. Тоже понятно почему. А вот со списком возникают сложности. Кажется, в ролике эта ошибка демонстрируется. То есть не там, где я ожидал. Вот я выделяю элемент и пробую его удалить. И ничего не происходит. У нас просто здесь сворачивается иерархия, потому что произошло перестроение индекса. Но элемент остался. Я еще раз пробую выделить элемент, пробую удалить, ничего не происходит. Выделяю другой элемент, пробую удалить, тоже ничего не происходит. Вот это вот уже по-настоящему ошибка. И с точки зрения разработчика, вот здесь есть такая особенность, что разработчик у него уже некоторая деформация сознания произошла. Он мыслит уже частично, как компьютер. И он может сказать, да нет, все нормально. И я сейчас объясню почему. А с точки зрения пользователя, это по-любому ошибка. Он выделяет элемент, пробует удалить. То есть ему предоставлена возможность выделения элемента. Ему предоставлена возможность удаления элемента. Но он не может этого сделать. И начинает возмущаться совершенно справедливо. Давайте разберемся почему. Значит, если внимательно посмотреть на результат выделения, вот я выделяю элемент с четырьмя буквами Q. В отображении в виде дерева у нас выделяется не вся строчка, а только клеточка. Аналогичным образом происходит здесь. Почему это происходит? Потому что список содержит только один столбец. И когда мы выделяем в списке, тут срабатывает механизм алгоритм по умолчанию. Выделяется только клеточка в том столбце, который в этом списке отображен. И это выделение, то есть реакция на действия пользователя внутри списка, оно отображается на другие элементы. Но здесь уже работает некорректно. Здесь выделяется только одна клеточка. И соответственно, когда мы пытаемся удалить элемент, наш с вами алгоритм обработки выделения не отрабатывает корректно. Сейчас я попробую это продемонстрировать. Вот у нас есть главное окно. Есть функция обработки действий пользователя, которая у нас является слотом, напоминаю, и называется Reaction. В этой функции есть функция Remove, вернее, ветка условия, которая обрабатывает действия удаления. Здесь вызывается функция RemoveRowStromData. Эта функция в модели у нас присутствует. Собственно, та функция, которую мы рассматривали, вот в эту функцию у нас передается список выделенных индексов. Поставим здесь Breakpoint, вернемся в главное окно. Этот список у нас получается из модели, собственно, выделения вызовом метода SelectedRowse. SelectedRowse это выделенные строки. А у нас строка не выделяется, у нас выделяется только одна клеточка, не строка. То есть с точки зрения программиста все нормально. Мы выделили одну клеточку, клетка не является строкой, иначе удаляться она не должна. С точки зрения пользователя это абсурд. Я выделил элемент, я хочу его удалить. Он не удаляется. Вот парадокс, который, естественно, надо разрешить. Ну давайте попробуем отладиться, для того, чтобы продемонстрировать, что происходит. Я здесь поставил Breakpoint, нажимаю, вот у нас выделен элемент, давайте 4Q, нажимаю удаление, у нас вываливается Breakpoint. Ну, к сожалению, здесь у нас нельзя посмотреть содержимое. И шарпера нет, видимо, из-за этого. А, нет, просто протупила у нас немножко среда обработки. Тем не менее, список здесь QT, поэтому разобраться во внутренних структурах здесь будет, наверное, сложно. Хотя нет, вот BeginAnd 0. То есть это означает, что у нас список пустой. Попробуем следующий шаг сделать в отладчике. Сразу у нас вывалилось из цикла. То есть это означает, что у нас список пустой. И внутрь цикла у нас выполнение не зашло. А мы перешли сразу к следующему циклу. Ну, естественно, у нас этот список тоже пустой. Соответственно, у нас ничего функции не делают, потому что функцию передался в пустой список. Пустой список передался, потому что алгоритм реализован таким образом, что выделенных строчек у нас нет. Вот это уже пример реальной ошибки, которая у нас возникла в общем-то от того, что разработчик ожидал от библиотеки Tude совсем другого. Не той логики, которую она на самом деле предоставила. Она предоставляет выделенные клеточки, а не строки. Что нам делать? Давайте остановим выполнение. Посмотрим, как у нас выглядит ход создания наших представлений. Вот в конструкторе главного окна у нас здесь создается три объекта для отображения дерева, таблицы, списка. Ну, здесь у нас много закомментированных элементов уже на будущее. Пока не обращайте на это внимание. А обратите внимание вот на эти строчки. Здесь я при разработке для дерева указывал явно, что у нас выделение должно быть extended и что выделять надо именно строки для дерева. И для таблицы аналогично, что выделять именно строки. Что это значит выделять? Если я щелкаю по клеточке, у нас выделяется не одна клеточка, а вся строка. А в списке этих строк не было. Настройки отображения списка. Почему? Потому что при добавлении этого объекта я логично решил, что в списке у нас всего один столбец. Если мы выделяем элемент в столбце, то мы выделяем всю строку автоматом. Но вот библиотека запрограммирована по-другому. И она не считает, что если я выделил клеточку в списке, и если нет соответствующей настройки, то она должна выделять всю строку. Она выделяет все равно клеточку. И это с точки зрения программиста логично. А вот добавить сюда настройку на первый взгляд выглядит нелогично. Список и так состоит из одного столбца. Зачем нам выделять строки? Ну вот если это добавить, ошибка исчезнет. У нас будет выделяться вся строка. В общем-то все достаточно просто. Но здесь проблема заключается даже не в том, что это какая-то серьезная ошибка. Это ошибка понимания логики, которая может быть значительно более серьезной, чем алгоритмическая ошибка. Или ошибка опечатка программиста, которая приводит к падению программ. А вот ошибка в логике вызывает противоречия между пользователем и разработчиком. Давайте попробуем компилировать измененный код и посмотрим, что получится. А пока компилируется, я буду перейду к следующей проблеме, которая обнаружилась опять-таки в процессе разбора ошибок. Значит, здесь у нас, если вы помните, если не помните, напомню, есть понятие модели выделенных элементов. То есть модель, которая хранит в себе и предоставляет пользователю информацию о том, какие элементы были выделены. Когда мы проектировали, программировали точнее набор этих отображений, я использовал в качестве модели выделенных элементов встроенную модель внутрь объекта для отображения элементов в виде дерева. вот эта строчка. Я получаю указатель на эту модель и дальше его отправляю в остальные элементы отображения, что нам дает возможность объединить информацию о выделении и выделенных объектов во всех трех элементах отображения. Это удобно, это дает нам функционал. Ну, вот здесь у нас закралась вторая ошибка, которую я хотел рассмотреть, которая сама по себе вроде как ошибкой не является с одной стороны, но с другой стороны является. Давайте посмотрим, как это можно продемонстрировать. Ну, пока у нас откомпилировался код. Запускаем и проверяем предыдущую оплошность, которая была допущена. вот по-прежнему у нас три объекта. Начинаем выделять и сразу видно, что выделена вся строчка. Вся строчка выделилась, щелкаем, все нормально работает, нажимаем удаление, все нормально удаляется, все отлично. То есть первые проблемы разобрались, а теперь я поясню, в чем собственно вторая проблема. В общем-то эта проблема опять-таки не очевидна. Но выражается она в том, что мы предоставили пользователю возможность сделать то, что мы от него не ожидаем и что мы изначально не предусматриваем. У нас три элемента для отображения информации, одну и той же информации. И первое, что мы как бы здесь можем найти, эти элементы мы можем закрыть без возможности их показать вновь. Что произошло с этим элементом, когда мы его закрыли, мы не знаем. То есть у нас вроде как программа работает, можно дальше что-то добавлять, какие-то элементы. При этом у нас один элемент уже безвозвратно исчез. Это в данном случае в примере нормально, потому что в общем-то мы здесь рассматриваем возможности программирования библиотеки, но если написали серьезную программу, это конечно неприемлемо. Пользователь закрыл элемент, не может его вернуть. То есть нам надо либо сделать пункт меню, который бы этот элемент возвращал, отображал вновь, либо запретить его удаление настройкой соответствующих конфигураций виджета, чтобы у нас кнопка крестик в принципе не нажималась, или убрать вообще заголовок окна. То есть здесь какие-то варианты у нас должны быть реализованы. То есть ожидать, что пользователь не нажмет кнопку, которую он может нажать, нельзя. Ее нужно либо деактивировать, либо дать пользователю возможность восстановить то, что он натворил. Тем не менее, вот мы можем все удалить. А теперь давайте попробуем удалить вот это окно, мы его закрыли. И обратите внимание, я пытаюсь выделить элементы, но они не выделяются. То есть я убираю мышку и выделение отсутствует. И еще более страшное страшное последствие я закрываю окошко. Нет, ничего не произошло, но вот в ряде случаев у меня даже возникало исключение. То есть возможно здесь еще надо было что-то проделать, чтобы у нас вылетело исключение. тем не менее, давайте разберемся, почему происходит такая ситуация. Я еще раз ее повторю, но уже с двумя окнами. То есть я запускаю программу, у нас отображаются заново три элемента. закрываю элемент деревом, пытаюсь выделить элементы, выделение не происходит. Закрываю программу и только после этого опять заново ее перезапускать для того, чтобы элементы опять выделить. Это, конечно, неприемлемо. это тоже с точки зрения интерфейса ошибка. И опять-таки ошибка, которую никто, только человек, столкнувшись ранее с этой ошибкой, мог ее ожидать. В противном случае, в общем-то, предусмотреть, что эта ошибка будет очень сложно. Либо это где-то в рекомендациях по использованию надо смотреть, читать, либо наталкиваться на собственном опыте. Значит, в чем проблема? Я повторюсь, у нас здесь используется модель, которую мы берем из элемента дерева. Когда мы закрываем это дерево, видимо, библиотека КУТЭ считает, что окно закрыто, оно больше нигде не используется, и окно удаляется. Удаляется и вместе с удалением окна, то есть виджета, удаляется и модель выделения. Соответственно, ссылки на вот эту модель они здесь становятся битами, не работают. И, в общем-то, странно, что ничего не падает. То есть, видимо, разработчики предусмотрели такую возможность. И, значит, когда мы пытаемся что-то выделить, у нас этот указательный модель остается пустым или битым, не действующим. внутри библиотека понимает, что он пустой и не вываливает нам исключения. Хотя могла бы. То есть, за нас, в общем-то, о нас позаботились разработчики библиотеки, чтобы мы не опозорились перед заказчиком. Но, тем не менее, все равно действие некорректное. У нас пропадает выделение. И это действительно уже вторая ошибка. Причем ошибка на этапе проектирования, которую мы не предусмотрели. То есть, у нас есть выделение, модель выделения, которую мы используем в соответствующем элементе. То есть, здесь мы действительно не предусмотрели, что пользователь может окно закрыть. То есть, никто нам не мешает на самом деле использовать эту модель. Мы можем ее использовать. Но тогда нам надо сделать, чтобы это окно не закрывалось. Если мы можем закрыть окно и хотим, чтобы пользователь пользовался этой функциональностью, значит, нам нужно сделать модель выделения независимой. То есть, либо так, либо так. Либо запретить закрытие окна, либо не дать возможность удалить эту модель, то есть, сделать ее независимой. Давайте пойдем по второму пути. Как это сделать? Мы вот эту строчку документируем, а добавим строчку создание модели выделения общей для всех виджетов отображения. То есть, мы просто вызываем соответствующий конструктор, создаем объект модели, Указываем, что у этого, у этой модели, основной модель, в которой будет выделяться элемент, является наша созданная модуль. Указываем потомка, предка в иерархии главное окно, чтобы при его удалении у нас корректно удалилось и модель тоже. Вот. И дальше уже созданную модель выделения задаем для всех трех элементов, что нам даст возможность независимо использовать эту модель в независимости того, закрываем мы окна или не закрываем. Давайте попробуем это сделать. Добавили, компилируем. код. Для чего может потребоваться данный функционал? То есть здесь понятно демонстрационное приложение, мы все в конструкторе создаем, выглядит громоздко, тоже неприятно. Мы можем сделать функционал для пользователя, опять-таки пункт меню, который показывает соответствующий графический элемент. Мы этот графический элемент можем прямо при выборе соответствующего пункта меню создавать, то есть не в конструкторе, а если пользователь нажал соответствующий пункт меню. Либо в конструкторе создавать только часть элементов, если пользователь выбрал другой вариант отображения информации, показывать этот вариант. И таким образом мы добавив новый пункт меню сможем создавать новые элементы, добавлять, задавать им соответствующую модель, все будет работать корректно. И таким образом у нас более динамичный получается, более гибкий интерфейс. Пользователь сам под себя настраивает внешний вид приложения, что иногда является полезным. С другой стороны, этот вариант реализации требует от пользователя дополнительных действий, которых он может и не хотеть. Тут нам нужно опять-таки решать в зависимости того, на какого пользователя мы ориентируемся. Тем не менее, давайте попробуем запустить откомпилированное программное средство и посмотреть, что получится. Вот у нас по-прежнему три объекта, вернее, три элемента отображения информации. Удаляем дерево и видим, что выделение у нас сохранилось. Ну, тут логика все-таки с логикой надо разбираться, то есть как мы хотим. Вообще говоря, получается, если мы удалили элемент дерева, для отображения информации в виде дерева, мы теряем доступ к большинству данных таблиц. И должна быть обязательно функция либо показать заново, либо по-другому реализовывать логику. Например, делать список, который отображает верхний уровень иерархии, а таблицу, которая отображает нижний уровень иерархии. Например. То есть, это все возможно сделать, но тут надо заранее решить, как мы хотим. Сначала спроектировать интерфейс, спроектировать логику, а потом уже решать. Ну, вот пошли по этому пути. То есть, по идее, нужен дополнительный пункт, который это все дело показывает. и мы видим, что у нас выделение работает, удаление работает, все хорошо. Ну, и добавление даже должно работать. Проверим. Экспромт все заработало. Да, кстати, даже удаление в иерархию должно отработать нормально. Нет, добавление в иерархию. Мы только иерархии это не увидим. Вот это вот действительно оплошность, которую я уже сказал. тем не менее, логика работает корректно. Вот. Таким образом, мы, в общем-то, подводя итог, о чем здесь узнали в процессе рассмотрения вот этих ошибок. Первое, что ошибки, они закрадываются, в том числе, при проектировании любого интерфейса, иногда там, где мы их не ожидаем. Требуется кропотливая проверка тестирования, в том числе и графического интерфейса, в том числе и логики уже про это даже разговора нет. Логика должна тестироваться. Требуется взаимодействие с пользователем. Когда мы пишем программу, мы показываем даже в том числе какие-то промежуточные результаты, если это конкретный заказчик, если мы делаем массовое программное средство, мы должны предусмотреть, что пользователь от нас ждет. ну и даже в процессе эксплуатации программного средства, когда она у нас уже работает, сбор ошибок, диагностирование, то есть определение, когда, при каких случаях у нас ошибка возникла, причина, ее устранение, это понятно. ну и еще об одном здесь хотелось бы сказать, то есть вот мы код некоторым образом доработали, изменили тут что-то, добавили, справили ошибки, и вот эти мелкие доработки, которые у нас накапливаются, они в конце концов приводят к тому, что у нас код разрастается, усложняется, но вот эти комментарии, которые здесь присутствуют, они вообще говорят, тоже неприемлемы, то есть тем более у нас существует система контроля версий, комментарии я здесь оставил только для того, чтобы вам продемонстрировать что-либо, и вот на будущее вот эти комментарии будут использованы, а так вообще не должно быть ни старого кода, никакого, в том числе и при проектировании графического интерфейса, то есть вот эта строчка нам уже не нужна, мы ее отсюда убираем, вот, если код сложный, должны быть дополнительные пояснения, как он работает, что и как, но это в общем-то уже к программированию графического интерфейса в том числе имеет отношение, но конечно рассматриваться должно в отдельных лекциях, но вот после того, как мы код добавили, могут возникать ситуации, когда мы понимаем, что исправленные нами ошибки, они приводят к тому, что в общем-то код требует рефакторинга, здесь вот в частности такая вроде как мелочь, но тем не менее она имеет место, у нас действия, которые мы выполняем со всеми отображениями, они повторяются в общем-то с точностью до названия объекта, все все остальное выполняется одинаково. Очевидно, что вот этот участок кода он требует реализации в отдельной функции и вызову этой функции здесь. Вот это пример того, к чему приводит в результате изменений. То есть изначально у нас было, что здесь выполнялись одни действия для дерева и для таблицы. Здесь несколько другие действия выполнялись. Сейчас получается, что у нас действия полностью идентичны с точностью до названия создаваемого объекта. Очевидно, что здесь требуется дополнительная функция. Ее, конечно же, необходимо бы сделать. В данном ролике уже не будем тратить на это время. В общем-то, про то, что я хотел сказать, я сказал. Возможно, в дальнейшем я уже это оффлайн доработаю, вам покажу просто результат, поскольку останавливаться на данный момент нет смысла. А на сегодня все, что я хотел сказать, я сказал. Спасибо вам за внимание и всего доброго до следующего ролика.